Лето в самом разгаре. Палящее солнце подталкивает людей к воде. Охладиться, освежиться, поплавать. И, к сожалению, не всегда там, где это разрешено. В Орле два разрешенных и оборудованных места для купания. Пляжи около городского парка и на озере Светлая жизнь. У спасателей нареканий к ним нет. На данном пляже оборудована детская купальня, установлены щиты со спасательными средствами. Это круги спасательные, концы Александрова. Также здесь дежурят спасатели. И вроде бы все отдыхающие знают правила безопасности. Но напомнить о важности этих самых правил лишним не будет. Спасатели раздали на пляже памятки горожанам и освежили в их памяти алгоритм поведения при ЧП. Если вдруг человек попал в беду, что ты будешь делать? Вот просто подумай, что ты вот сделаешь. Кину ему спасательный круг. А где ты его возьмешь? Вдруг нет, придется самому плыть и спасать. Подожди, ты же плавать не умеешь. Ну, надо кричать взрослым о помощи. Хорошо. А номер телефона знаешь? Номер телефона 112. Правда, в отличие от этого мальчонки, не все горожане утруждают себя поездкой на оборудованный и безопасный пляж. Многие отдыхают поближе к дому. На их взгляд, проблема не в них, а в администрации города, которая не удосужилась обустроить им купальню в шаговой доступности. Место для купания детей. Горица заплыва обозначена. Горица заплыва. А почему это не сделали? Для детей. Нет, почему это не сделали администрации? Если знаки, значит, должны знаки стоять. Администрации надо поставить знаки. Песок вот въезд. Лавочный сделает пускай. Послушайте, я человек исполнения. А я требующий, да? Вряд ли эти отдыхающие знают, что, согласно статистике, 60% утонувших купались в необорудованных местах. И в случае беды будет виновата не администрация города, а они сами. Олег Крудаков совместно с пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области.